РП сервера. То, что я особо никогда не затрагивал на канале, ибо мне эта тема не интересна, но тем не менее, я уверен, многие из вас играют на различных РП проектах, у меня для вас есть новости. Недавно Rockstar Games поделились своим мнением касательно роллплей серверов, как они к ним относятся, и правда лишь, что в ближайшее время все РП проекты будут закрыты. Усаживайтесь поудобнее, всем приятного аппетита и приятного просмотра. Устал уныло фармить деньги в GTA Online, дабы позволить себе новую машину или недвижимость? Переходи в мою личную группу по накрутке, где максимально быстро, качественно и безопасно мы прокачаем твоего персонажа на 100%. Хит-продаж, набор «Всё за 700», в него входит любой уровень, любое количество денег, а также открытие всех доп. услуг. Наша гарантия качества — это тысячи довольных клиентов, отзывы которых каждый день появляются в группе. Накрутка доступна как на ПК, так и на всех актуальных консолях. Ссылки, само собой, в описании, переходи и заказывай лучшую прокачку в Рунете. 18 ноября на сайте техподдержки Rockstar ответили на вопрос касаемо их отношения к РП-серверам следующим образом. Студия Rockstar Games всегда поддерживала фанатское творчество, и мы хотим дать авторам возможность и дальше демонстрировать свою любовь к нашим играм. Сторонние РП-серверы — это часть обширной сети пользовательских проектов в рамках GTA, которые, как мы надеемся, будут развиваться ещё долгие годы на радость всем игрокам. Соответственно, в данном вопросе юридическая политика компании Take-Two аналогична нашей политике относительно модов для одиночного режима на ПК. Судебные жалобы будут в первую очередь подаваться при 1. Неправомерном использовании товарных знаков или интеллектуальной собственности Rockstar Games. 2. Заимствовании или неправомерном использовании других объектов интеллектуальной собственности, в том числе принадлежащих Rockstar, а также реальных брендов, персонажей, товарных знаков или музыкальных произведений. 3. Осуществлении коммерческой деятельности, в том числе торговли лутбоксами за реальную валюту или её внутриигровой эквивалент, торговли виртуальной валютой, извлечении выгоды за счёт спонсорских контрактов или внутриигровой интеграции, а также использовании криптовалют или криптовалютных активов, таких как NFT. 4. Создание новых игр, сюжетов, заданий или карт. 5. Вмешательство в работу официальных сетевых режимов или сетевых сервисов, в том числе GTA Online и Red Dead Online. Короче говоря, Rockstar рады, что для GTA есть сторонние РП-проекты, но они не одобряют по сути всё то, из-за чего эти проекты существуют и на них играет так много игроков. 6. Создателям серверов нельзя монетизировать свои проекты, проще говоря, нельзя продавать донат, нельзя, чтобы игроки получали внутриигровую валюту за реальные деньги. В общем, то, за счёт чего и живут все сервера, Rockstar запрещают. Представьте, у вас есть большая сетка рейдж-мп серверов, на которой ежедневно работают десятки сотрудников. Кто-то разработчик, кто-то администратор, кто-то сидит в техподдержке и помогает игрокам с различными вопросами, кто-то следит за соцсетями. В общем, работников много и все они, само собой, получают зарплату. Деньги, выделенные на зарплаты, приходят откуда? Правильно, благодаря донатам. Соответственно, если Тейктус закрывают возможность донатить, сервера уж явно долго не продержатся на одном лишь голом энтузиазме. 2. Запрет всех реальных брендов. Ну, тут очевидно, это давно должно было произойти, только представьте, допустим, Мерседес. Мерседес не давали никакого согласия на возможность использования их машин в игре. Именно поэтому в играх серии GTA нет реальных машин, ибо у Rockstar просто-напросто нет лицензии. Ни одному бренду не понравится, как их тачки взрывают, переворачивают, топят и так далее. А РП-сервера, в свою очередь, никого не спрашивая, используют реальные бренды. Реальные машины, реальную одежду, реальные внутриигровые телефоны и так далее. Никто не давал им на это разрешение. Это нарушает правила интеллектуальной собственности. Проблема в том, что никто из этих брендов не будут напрямую писать создателям РП-серверов. Мол, какого хрена вы используете наши тачки, шмотки и так далее. Они напишут напрямую в Take-Two, ибо по сути весь этот кипиш происходит в их игре, в GTA 5. Они ответственны за неё, а Take-Two нужны эти разборки? Конечно нет, поэтому вот здесь я полностью согласен. Реальные бренды не должны существовать на РП-проектах. Это незаконно, весь удар на себя принимают Take-Two, но им нахрен не надо. Если запрет доната создателям серверов ещё можно как-то обойти, как-то по-другому, беспалевно монетизировать свои проекты, я уж не знаю как, но уверен они что-то придумают, то вот использование реальных брендов это то, что 100% будут убирать со всех серверов, ибо в ином случае судебные разбирательства неизбежны, в конечном итоге будет закрытие серверов. Третий момент. Запрещено создание новых игр, сюжетов, заданий или карт. Я так понял, речь идёт о дополнениях для существующей официальной карты GTA V, добавления каких-либо новых объектов, локаций, интерьеров и так далее. Всего этого просто завались на роллплей серверах. Здания банков, мэрии, квартир, апартаментов, везде используются какие-то переделанные локации, интерьеры и так далее. У Take-Two с этим всё серьёзно, вспомните как много различных модов было заблокировано. Карта RDR в GTA V, карта GTA IV в GTA V. Над этими модами трудились куча времени, куча людей, а Take-Two не одобряют создание новых карт, сюжетов и заданий в своих играх, поэтому все эти моды и были закрыты. Rockstar хотят видеть на РП проектах ванильную GTA V, без изменений и без доработок. Многим это не нравится, но что поделать, это их игра и они вправе регулировать все эти моменты. Вообще весь этот кипиш начался после того, как американский рэпер Lil Durk открыл свой РП сервер 5M и начал продавать там NFT и лутбоксы. Take-Two заметили, это им само собой не понравилось, сервер был отключён, а чуть позже были озвучены новые правила, о которых мы как раз таки сегодня поговорили. Кроме этого, издатель оставляет за собой право закрыть любой РП сервер без объяснения причин. Поэтому даже если проект выполнит все новые правила и ничего не будет нарушать, Take-Two всё равно могут его прикрыть без объяснения причины. В общем, ситуация интересная, пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Лично я, если бы играл на РП серверах, как минимум перестал бы донатить в ближайшее время, ибо непонятно, что будет с серверами завтра. Если будут появляться новости о закрытии какого-либо РП проекта, я бы стал опасаться, ибо и до того сервера, на котором играете вы, рано или поздно могут добраться Take-Two. Будет очень обидно, если все ваши донаты просто-напросто исчезнут. Поверьте, никто и ничего вам не будет возвращать. На этом у меня всё о РП серверах, хоть и не тематика канала, но тем не менее, надеюсь для кого-то информация была полезной. Прошлый ролик привёл 280 новых подписчиков, это солидно, скажу я вам большое спасибо. Давайте с этим видосом постараемся побить этот результат. Для вас это не проблема, ибо по статистике до сих пор большинство смотрят ролики без подписки. Хз, как это получается, но факт остаётся фактом. Прямо сейчас в моём телеграмме проходит розыгрыш 1 миллиарда долларов в GTA Online. Обязательно участвуйте, ну а я с вами не прощаюсь, ведь мы в интернете, а это значит совсем скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok